итак добрый день приветствуем вас снова перед вами находится друг мой коллега непосредственно максим который на данном этапе занимается чем максим ты занимаешься шлифовкой короны то есть вот так вот поэтапно постепенно он занимается получается шлифовочкой короны наждачку как всегда какой мы используем максим соточку соточка получается которые у нас находится на бумаге он использует как я понимаю такую макс влагостойкую до влагостойкая вот получается он их себе заготавливает на режет на вот такие вот получается фрагменты вот так вот поэтапно постепенно он все вышлифовывать как мне недавно кстати в ю тубе относительно шлифовки там расположили своеобразный комментарий то что вы ребята типа заворачиваетесь необходимо там бормашинку привлекать но вы знаете мы когда прочитали данный комментарий мы настолько просто улыбались и смеялись вроде это профессионалы говорят но с другой стороны получается не профессионалы не занимайтесь глупо грубо говоря получается ерундой какие бормашинки бормашинкой такие площади это нереально шлифовать бормашинки вот так мы пробовали у нас и сколько штуки три наверное лежат мы пробовали их в разно ракурсных положениях и как показала практика что ими можно как правило это допустим сложно сложно доступные места залази да без сомненно до угловые позиции но в основном положении мы пришли к тому что получается целесообразно это использовать что наждачка наждачкой под наждачку делаются своеобразные приспособы этими приспособами получается на них наносится вернее говоря либо клеится это наждачки либо налаживается и таким образом получается все это шлифуется все это вышлифовывается так что как говорится профи к вам обращение не занимайтесь ерундой не людей в заблуждение бормашинки чтобы они тратили колоссальные средства и которые потом они ложат и соответственно они в практическом моменте себя не оправдывает бормашинка кстати виду того что то есть мы допустим делаем духовные там четки с там с крестиками и прочее по эбониту по кости то там допустим до создавать тем более получается своеобразными борами и прочие рисунки да это целесообразно для своеобразной миниатюры так что в целом вот так вот 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 таким вот образом максим получается поэтапно постепенно шлифует вышлифовывает поэтапно постепенно двигается и передвигается вперед все это будет очень эффективно эффектно выглядеть это мы сейчас подготавливаемся получаются все эти у нас этих позиций получается пять пять куполов потом будет самое интересное это тонировочка это оттенение и кстати очень-очень-очень все это будет эффектно мне человек сказал тоже кстати пока налаживал комментарии получается на эту корону можно было бы то есть поглубже да можно было бы но нежелательно если честно с точки зрения вы знаете чего что получается при наличии того что толщина нашу в данном случае 37 конструкция непосредственно имеет себе в общую длину 2 метра то есть это как бы но одним словом недопустимым является без никаких там математик нагрузок и по недопустимым потому что она развалится ну хотя она не развалится потому что она у нас поклеена хорошими мастерами и моими коллегами стали раме через микроши все классно сделано не вопрос но в реале лучше вот таким вот образом показали выразили глаза нарезана прописано фрагментики оттенится тем более то на высоте будет приблизительно 5 метров не приблизить по моему 5 метров до наши коностас имеет общую длину 750 длина и высота будет где-то в порядке что до метров 7 8 это с учетом резного креста сверху и с куполами но высокий будет до 10 метров высокий красивый потом мы сделаем один целый ролик на этот счет и вот так вот он максим стирает 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 шлифует кстати это очень трудоемкий процесс и не каждый кстати человек может очень долго этим как бы заниматься почему потому что от максим я точно так же мы зачастую когда массированно занимаемся шлифовочка в частности виноградом мы потом покажем какое количество у нас его то мы стирали себе пальцы до крови использовали уже на пальцы ликопласты потому что может тебя макс будет какие-то рекомендации непосредственно для тех кто занимается этим делом по шлифовке но что-то может особо стоит обратить внимание ну почему вы мощнее для профессионалов это все показывает профессионалы понятно они уже вывели для себя формулу правильности и прочее но мы как парни начинающие только учимся ну да есть какие-то рекомендации пожелания можете посмотреть в объектив и сказать ну вот на ваш взгляд вот давай реально на ваш взгляд вот надо в частности на твой но вот помнишь как нам это приводили неоднократно людей в частности по шлифовке было ж такое вот да да вот у нас допустим был большой объем до большой колоссальный объем работы по шлифовке и мы брали там на работу людей получается вы знаете вот скажем вам объективно насколько и хватало на полдня реально хватало людей на полдня на пару часов некоторых на пару часов они сидели шлифовали что не в конечном результате говорили вот видите что макс подчеркивает главное да он говорит правду люди которые приходили которые пытались к нам устроиться на работу посидев полдня некоторые час два три пошлифовав они в конечном результате говорили что лучше нам возить тачку с дровами лучше нам тягать что-то тяжелое и прочее что самое интересное мы людей знаете это не потому что там допустим к примеру там один либо два человека либо три нет мы брали ну в рамках за весь цикл вот мы с максом получается уже как говорится третий год вместе с сотрудничаем работаем и дружим и получается начало 15 проходил за этот период времени вот по шлифовке но все придерживались менее нет лучше я буду что-то тягать то есть точно так же как и в резьбе да вот много людей кто умеет резать но не каждый готов сесть на программу и заниматься и за день и за дня в день и за дня в день то человек здесь должен быть еще как говорится свыше предрасположен то есть такие должны быть как качество как терпение ты трудолюбия это усидчивость это быть готовым к тому что получается тебе придется непосредственно долго 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 все это делать когда ты делаешь 1 2 3 5 изделий но как бы ты этого особо и не прочувствуешь так что точно так же в данном случае это очень кропотливый труд и который в объективном порядке должен относиться к разряду очень высокому по стоимости точно также является в совокупности с учетом оформительной части точно так же как и шлифовки и прочее 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 то есть это должно быть в оплачиваемом положении весьма очень достойно но я считаю что такой легкий обзор мы сделали и напоследок мы скажем главное что мы макс скажем главное ну с праздником до поздравляем конечно с праздником наилучшего конечно же вам всего новых заказов новых проектов говорится самое интересное впереди ну все покажем класс хранит во всех бог с наилучшими пожеланиями максим адольф юрьев и наша команда все давайте с богом бомба